Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, у нас в гостях сегодня режиссер Вестер Скайришс. И информационным поводом стало то, что закончены съемки фильма «Хроники Мелани» по мотивам автобиографии писательницы Мелани Иваноги на берегу Велюпы 1941-1957. Три года назад вы были, четыре года назад, в 2012 году, были в нашей студии. И как раз был тот момент, что вы получили деньги от Национального киноцентра. Вы рассказывали, какие у вас планы и так далее. Вот что изменилось? Вот четыре года прошло, все удалось воплотить в этом фильме. Премьера которого, кстати, состоится 18 ноября, да? Нет, первого ноября, я думаю. Ну, наказали, что я должен быть на чеку в первом ноябре. Сначала в России писали о 18-м, поэтому... Ну, это, знаете, у нас такое тоже... Тоже, как нашим соседям, соседям все хочется в таком патриотическом русле делать, и 18 ноября. Ну, я думаю... Ну, приурочить, когда-то, да? Ну, я хочу, чтобы это было первого ноября. Почему? Ты уже готов уже, почему не раньше? А это не знаю. Ну, там... Почему бы я вот тогда... Менеджмент решает, когда выпускать. И моя работа заканчивается, когда я фильм сдаю. И фильм сделан, когда будет премьера. Насколько я знаю, первого ноября. Ну, хорошо, первого. Ну, мне без разницы. Наверное, 18 ноября тоже можно будет ее посмотреть. Ну, фильм сделан. Ну, наверное, воплотить все планы я смогу, наверное, тогда, когда я буду в раю снимать фильм. В других условиях здесь, конечно, об этом трудно говорить. Но, в принципе, то, что фильм сделан, я считаю уже хорошо. Потому что это было, ну, очень трудно. И все говорили, что это невозможно. Ну, вот получилось так, что вы же хотели снимать его в Сибири. Но получилось так, что не получилось в Сибири снимать. Вы нам сами говорили об этом уже в эфире тоже. Нет, ну, я... Это самое главное, что не получилось? Или еще было что-то такое? Нет, нет, ну, это я вообще не считаю проблемой. В принципе, потому что, ну, там действие просто происходит в Сибири. Ну, естественно, да. Самое логическое снимать в Сибири. Ну, мы тоже снимали в Карелии. И там, ну, нашли неплохие места. И... Нет, не то, что не получилось, понимаете. Чтобы делать такой большой эпический фильм, исторический, мы должны иметь очень много денег. Латвии такие деньги на фильмы не может давать. И... Но это... Исторический фильм – это очень много денег. Это очень трудно. И из-за того мы должны были все как-то искать баланс. Экономить где-то, да, на чем-то? Ну, конечно. Ну, нет, ну, снимать кино – это экономия все время, как в любом виде искусства. И, я думаю, везде. Ну, вы же не экономили на Сибири. Просто вы нам сами сказали в эфире, что, в принципе, не получилось по другим причинам. Ну, мы говорили, что... Нет, ну, причины политические, конечно, потому что мы говорили с возможным ко-продюсером из российской стороны, а не говорить с таким проектом. Сейчас давайте не будем. Но мы поняли, что... Ну, это на уровне только продюсера, да? То есть вы не попробовали там съездить, скажем, что-то... Нет, нет, ну, нет, нет, я съездил. Попробовали. Я был в Тюхтехе. Это между Красноярском и Томском. Я первый раз был в Сибири. Это было очень сильно, конечно, впечатление. Увидел это деревня, где она прожила большинство своего времени. Она называлась Тюхтеха. Тюхтеха. Даже трудно произвести. И мы с автобусом с Красноярска до Томска проехали с такими маленькими. И, ну, это все очень сильные впечатления. Я ехал туда, мне это было важно посмотреть. И важно ощутить. И, ну, этот масштаб ощутить. Вообще природный. Но вы встречались там с людьми уже, наверное, разговаривали? Конечно, там даже в Тюхтехе есть председатель чего-то этого городка. Он не латыш, он латгалец. Он из первой волны эмиграции, которая была в начале 19 века. Он латгалец, и его даже дочки там были. Они говорят там, лоба дина. Они говорят, что если в Латвии приезжают, как по-латгальски, что-то понимают. А по-латышски ничего не понимают. Ну, так что, не, ну, там, ну, как, ну, в Сибири люди прекрасные, как мы все знаем. И душевно щедрые. Но они уже живут там, скажем так, не думая уже, что могут вернуться. Нет, 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 ну, мы таких, таких, ну, я таких, ну, не ехал встречать. Я просто ехал там смотреть. Просто это, как бы, произошло, что он латгалец по происхождению. И он всегда принимает эти экспедиции из Сибири, из Берни, я с ними ехал. Ну, у них уже это, такой, стабильный контакт, и он очень, для него это важно тоже. И так, ну, просто я был там, ну, там. А там, ну, как бы, многие эти дети Сибири, они едут, ну, искать, где их родственники, место могилы. И, ну, такие места посмотреть. Ну, это уже, как бы, для них это другой уровень путешествия. Это, как бы, ну, к своим близким. А был там, кто может помнит Миланю Иванагу, таких не нашли? Нет, я вот таких не нашел. Таких я в Латвии нашел. Но то, что там в музее, в Тюхтехе есть, очень прекрасно это руководить. Она очень много мне рассказывала, Милана Иванага. Она очень много таких деталей интересных, которые я нигде не прочитал. Ну, там есть информация о ней. Но она была такая просто, ну, одна из многих маленьких женщин, которая пыталась прожить это время как лучшим способом, какой возможен. И потом уехала. Ну, Милан Иванага, самое главное, что надо говорить, я думаю, в русском радио, что есть очень прекрасный перевод Роалда Добровенского, этой книги. Он мне даже сказал лучше, чем оригинал. Он там что-то, как редактор немножко. Так что он какой-то перевод, который не можно купить в магазинах, потому что его нельзя продавать. Он, ну, как бы по фондам. Ну, не знаю, как там финансируется. А где его тогда можно почитать? Не знаю. Но есть такой. В плячки. Он прекрасный. И есть, ну, это большой труд, во-первых. Это огромная книга. И есть такой, и Роал, господин Добровенский сам говорил, что он очень впечатлен этой книгой. И он очень, ну, много, чтобы было, чтобы получилось. Крочувствовала, да. Так что там надо думать, как ее довести до людей. Я думаю, это очень важно. И меня даже беспокоит ситуация, что книга даже есть перевод, даже издана, и ее, ну, просто люди не могут купить. Ну, главная актриса осталась та же. Ну, как планировалась? Ну, я даже не помню, что я планировал. Мы нам рассказали, почему именно вы швейцарскую актрису взяли на главную роль. Ну, я просто взял эту актрису, я в паспорт и не заглядывал. Сабина Тиматео. Сабина Тиматео. Я думаю, это все равно большая удача для нас. В общем, вы довольны, да, что получилось в итоге? Ну, знаете, как вообще ощущения? Ну, я не знаю, ну, если режиссер доволен собой, ему, наверное, уже надо заканчивать профессию. Понятно. Ну, конечно, ну, я делал, что мог, и я уже вопросы, доволен я или не доволен, я не задаю себя. По ощущениям, вот ваш фильм станет таким же символом, скажем, как вот «Стражи Риги», например, да, там, то есть новым каким-то таким фильмом, большим фильмом для… Ну, я считаю это некорректным сравнением, и не буду комментировать. Я хочу, чтобы фильм… Ну, в медийном пространстве выглядит именно так. Чтобы фильм работал на аудитории, чтобы он, не, даже не на аудитории, чтобы он работал на человека, каждого человека. Станет ли он символом или нет, ну, я тоже не интересуюсь, стану ли я памятником или нет. Ну, это уже… Главное, чтобы он как-то разговаривал. Ну, а что я могу сказать, не знаю. Ну, да, но вы же эту тему почему-то взяли, не просто же так, да, вот вдруг вы решили снимать этот фильм. То есть вы планировали наверняка и какую-то ответную реакцию от аудитории, от той, на которую вы обращаетесь. Смотрите, не все так просто. Я вообще не планирую никакую… Я не такой маркетолог, я режиссер. Я даже не в том смысле, что маркетинг, а просто для себя. Я беру то, что чувствую, что мне как бы… Близко. Ну, не то, что близко, что я уже не могу не снимать. Ну, это трудно найти, потому что, ну, в кино это ты тратишь свое время очень много. Это, ну, ты должен уже снимать такой фильм о том, что… Которая тема не надоест тебе через два года, например. Она должна быть очень крепкой. И так что я просто прочувствовал как художник эту тему. Я, ну, там уровень эпики, ну, другой. Там какая-то античная драма. Я, ну, я сам такую историю не могу придумать. Современная литература немножко другое дает. Ну, если ты ищешь темы, исторические темы дают большой, большой такой эпический взор. И тогда же не была еще война с Украиной, ничего такого не было. Я просто… Там не было таких политических, как бы, причин. Там было просто, ну, художественные. То, что это, конечно, немножко о нашей истории, о таких, ну, я думаю, страницах, о которых мы до сих пор не до конца разговариваем, не до конца проговорили. Это другое, но все равно для меня это, я считаю, такой второй уровень. Первый уровень – это, ну, делать фильм про человека, который, я считаю, намного важнее политики, важнее каких-то исторических событий. Делать фильм о человеке, который триумфирует как человек. Это мне очень важно. И это самая актуальная тема для меня в наших дни тоже. Чтобы ты как-то сумел триумфировать как человек. Это очень трудно, я думаю. Да, это трудно. Я даже задумалась, возможно ли. Тоже я, конечно. Режиссер Вестур Кайриш у нас в студии. Ну, вообще, очень трудно, конечно, говорить о фильме, если ты его еще не видел, не смотрел. И, ну, как-то даже странно, да? Наверное, после того, как посмотрим, уже будет еще другой разговор. Ну, все-таки. Все-таки вы же вышли даже, и когда вы рассказывали об этом фильме, вы даже затронули такой, на какой-то вышли уровень. Вы стали говорить о том, как вообще воспринимается депортация в общественном сознании. О том, что, как вы сказали, депортация – один из основных фактов латвийской истории, на котором мы можем создавать свое коллективное сознание. И вы, кстати, выступаете даже за пересмотр отношения, что к ним не как к жертвам, не как даже к неудачникам, как некоторые их считают, а как совершенно по-другому предлагаете воспринимать тех, кто был вывезен в Сибирь. Нет, ну, понимаете, мы – Латвия, мы должны двигаться вперед. У нас в Латвии самый большой праздник – это капу святки. Это, как, не знаю, по-русски. Ну, я считаю, это не двигает. Ну, конечно, у нас есть история, мы должны ее знать и делать свою идентичность. Но мы должны как бы преодолеть этот комплекс жертвы, комплекс неудачника. Я думаю, что мы должны рассказывать о людях, которые победили. Ну, они не дали орден Ленин, они победили духовно. И думаю, что мы должны опираться на силу, а не на эту, ну, как бы, жертвенность этой позиции. Ну, я не знаю, ну, как, мы должны на чем-то строить нашу какую-то национальную, ну, это, ну, как бы, государственную и национальную идеологию. Ну, мы, конечно, советская оккупация, вторая мировая война, которая вообще разорвала со всех сторон эту маленькую страну, это у нас такая большая боль, ну, до сих пор. Ну, мы же, ну, нельзя все время, как бы, болеть. Должен опираться на чем-то, что выздоравливает тебя. И я думаю, конечно, мы должны, мы должны это осматривать со стороны победителей. Потому что все считают, что, ну, это люди, которых вывезли, ну, они, ну, что, где-то они потом остались, это, ну, такие неудачники. Я могу сказать, это очень трагическая история. Ну, когда я почитал, как, когда в 57-м она вернулась в Латвию, и это еще трагичнее. Как все, этот советский, этот такой серый, как все, 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 все уходит. Все, даже твои близкие боятся с тобой разговаривать. Это, 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 там нет таких эффектов, но это еще хуже. Мы должны понять, что, что, ну, у нас, видите, все герои, все, которые удачные, удачные конъюнктурщики, которые, которым удается с любым режимом, с любым, с любым, ну, как бы быть удачным. А что эти удачные, которых выслали? Ну, да, это, ну, там что там, это грустные воспоминания, что там воспоминать, и так, нам надо на позитиве, все, и так, ну. Ну, с другой стороны, надо на позитиве, а с другой стороны, ведь есть масса официальных праздников, не праздников, а дат памятных, да, которые как раз-таки вроде бы отдают дань. Вот, пожалуйста, вам, там, день депортации, еще один день депортации. Да, это серьезная проблема. Тоже, я считаю, что, я считаю, но это только мое личное мнение, мы должны сделать один день, такой памятный, ну, не десять, потому что у нас все праздники тройка траурные, все праздники только американские, и Хэллоуины, и там, Валентиндейк. Флаг Латвии в магазине продается вместе с черной лентой, знаете? Ходят в комплект. Нет, ну, это очень важно, но все равно нам надо задуматься об этом. Куда, я, 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 ну, это уже, ну, я думаю, это, ну, как первая реакция, я понимаю, это так было, это, ну, конечно, важно, но я думаю, надо один день такой сделать, который, ну, наверное, 14 июня, самый, как бы, важный, и в том соединить все, ну, все, все, потому что это, ну, немножко уже пародийно выглядит, и это, и это тоже на ментальность, на нашу давит, что мы все, мы живем только в таком трауре. Комплекс жертвы такой, да. Да, ну, это надо понять, что я не говорю, что те, ну, нам просто, я думаю, это, это как бы мешает нам развиваться, мешает нам, и в том же смысле, мешает говорить о теме, о таких темах, как коллаборационизм с режимами, и такие, ну, что мы, просто мы жертвы, и все. Ну, там было много аспектов, о чем мы можем говорить, чтобы мы их избежали. Микс Ньюс. Да, вот, кстати, вот интересуется именно процесс съемки фильма. Как там вот, участвовали в нем местные населения, может быть, там армию привлекали или что? Нет, нет, ну, у нас было так, как бы, деревня, нет, армию не привлекали, но местные, это, думаю, я очень благодарен местному населению, в этом, в большинстве это было Ладгальцы, в округе Зилупе, Лудзе, Пассиена. И, конечно, я привлекал и даже форсировал привлечение местного населения, потому что какое-то, ну, там, по типажу более мне казалось что-то... Сибирские люди? Не то, что сибирские, но немножко, ну, у нас же какие люди, они все живут по косметическим этим салонам, и уже живых людей уже нету, это все уже какие-то немножко... Время вы имеете? Да. Подправленные. Люди, да, даже нет ни одного девушки с невыбритыми бровями, например. Ну, вообще, ну, нет, если мы посмотрим на реальность, это очень странно, ты уже не можешь такого натурального типажа вообще не найти. Ну, нашли же, да? Ну, искали, искали. Тоже там с выбритыми все ходят? Да, ну, девочки, конечно, там это, ну, это клыше красоты в деревнях очень распространяется сейчас. А с мужчинами попроще было, наверное, там они... Ну, с мужчинами другая, с которыми попроще другие проблемы, их доставить до съемки вовремя. Хорошо, ну вот, а не встречались вы, допустим, с каким-то отношением к съемкам вашего фильма, может быть, к тематике, да, вот среди латгальцев? Не было такого, что вот существует же такой, я не знаю, стереотип, не стереотип, я так исследования не проводила, но, тем не менее, какие-то есть вот общие такие доступные данные, что вот в Атгале, там она, у нее такие настроения пророссийские, она там собирается чуть ли не там, одно время говорили, отделяться там по команде Путина и так далее, да? Вот вы как снимали все-таки фильм, который, возможно, по-другому, да, на который могут смотреть в Атгале. Как вы, вот... А с каким отношением вы сталкивались? Много русских участвовали, ну, русских жителей, там проблем я не видел. Я больше проблем в том, что вы говорили, видел в том отношении нашего государства к этому региону, потому что во всех, как бы, публичных местах и всегда есть только эти российские главные каналы, которые мы знаем, о чем вести, там у бабушек, которые мы ищем каких-то, ну, на приграничных, ну, что-то есть, там были, вижу, люди из России, там, с буклетиками, ну, там какие-то, что там Путин рассказывает, там пенсии повыше и так, ну, это реклама. И я понимаю, а что людям остаётся, если вот не было, не было ни одного буклетика от латвийского государства, где рассказали, что, ну, так и так, ну, что там, ну, эти люди всё равно, я почувствовал, что они, как бы, брошены, они уже, как бы, наше государство уже считает, что, ну, они уже потеряны, это уже, и это мне лично очень глубоко оскорбило, и лично, потому что я считаю, мы должны бороться за каждого человека, если Путина есть один буклетик, мы должны два буклетика от нашей объяснять и говорить хотя бы, потому что уже там в это время был у нас такой президент, как Андрес Берзинч, например, и у многих бабушек, если спрашивать, я такие шутки, а кого вы всё-таки Путина больше любите или Берзинч? Они, мы могли посмеяться, но насчёт Берзинч, они даже не знали, кто это такой, и так, ну, и это, это вопрос, не то, что люди, ну, как понимаете, люди, один простые люди, ну, где тебе говорят, там лучше, там больше денег, то они, ну, то люди. Вот они не знали про Берзинч, а он-то как раз в своё время говорил, что латгальцы не такие, они очень патриотичные. Нет, латгальцы, я думаю, очень, ну, это надо, не надо сравнивать, когда был это, я был в Латгалии, и когда был этот знаменитый фильм BBC о латгальцах, что для меня было очень важно, что его показали на латвийском телевидении. Мне казалось, это важно. Я поехал там через Латгаль, и там все, ну, такие, и там все, многие эти, ну, как бы, местные районы, председатели района, ну, говорили, что, или городов, что это, они протестуют. Я спрашиваю... Против фильма? Да, ну, что, против показа, и я, я им спрашиваю, а что, ну, что такое, ну, это же правильно, ну, они говорят, а, и они очень обижены. И я понял, это тот же рассказ, то, что я считаю, это, потому что они, латгальцы, они же будут первые, если кто-то должен будет встречать маленьких зеленых людей, это будет вежливых, это будет они, если кто-то будет первый умирать за Латвии, это будет они. Это так некорректно, и они очень, очень, и это, конечно, это опять тот же вопрос насчет политики Латвии. Мы, нам это было важно показывать, но надо было очень, и там были какие-то очень, такие тускливые псейдополитические беседы перед этим, но не было объяснений от этой стороны, от латгальских, что это, конечно, фильм, который не соответствует, и так далее. И что Латгаль... Ну, они... Может, следовало эту дискуссию, причем с участием там латгальцев, провести после фильма. Да, и одна сторона, одна сторона вообще была как бы... Потому что в Риге это было не важно, и вот эта проблема... Нет, в Риге было важно рассказать населению, которое смотрит, что такого никогда не может быть, мы все, значит, по-другому все на это смотрим. Что события вымышленные, да. И вот это вот, и все время титры писали там, чтобы никто не подумал. Я считаю, это было важно показать, чтобы мы поняли, что это вообще очень реально, и такие... Ну, главное, это важно как бы по большой политике, но есть это же... Ну, нельзя реализуя большой политик забывать эту... Что людям важно. Это как пример этого, ну, тотального какого-то снобизма. Ну, это и есть высокомерие власти, о котором все время говорят, и Латгалия просто самый яркий пример. Ну, наверное, да. Это на всех уровнях просматривается, в принципе, но просто Латгалия, она самый такой яркий пример, потому что это целый регион, скажем, о котором вспоминают только, когда там деферендум по языке, или там вот это, или еще, когда латгальцы чем-то напугают власть, скажем, да, вот отъездом массовым, когда там опустело уже, и то это никого не пугает, по сути дела. Не, ну, там уже все. Тогда, может быть, кто-то вспоминает и начинает туда ездить. Ну, конечно, я очень переживаю за Латгалию, и мне, я считаю, да, это высокомерие, ну, то, что, ну, как это уже для неважно, я чувствую, это мне не нравится, конечно, я за это готов критиковать наше государство, конечно. Да, а наше государство, вот к Латгалию, вы считаете, что относится высокомерно и так далее, а к русскоязычному населению оно относится высокомерно или нет? Я много думаю об этом вопросе. Это, конечно, вопрос такой, ну, не скажем, небыстрого ответа, но все-таки. Я вообще, если я думаю точно, я думаю, мы уже должны избавиться от такого названия, как русскоязычное население. Мы, я думаю... Каким образом избавиться от этого? Мы должны называть по-другому, мы должны называть людей латышами русского происхождения, латышами русского происхождения, как это в Германии, и, конечно, многим это, ну, это сразу оттолкнет, я думаю, многих, ну, что-то, мне кажется, надо изменять, потому что мы в этом, как в смысле, потому что мы должны понимать, что всеми латыши. Вот это, это, потому что есть, как бы... Тут есть просто такой нюанс лингвистический, он для русского уха как-то приятнее слово латвиец, а для латышей, насколько я знаю, это наоборот, слово такое некрасивое, даже латвиец, и они не прижились вот эти предложенные в свое время. Нет, ну, латвиец, я не знаю, это лингвистический, поэтому по-латышски латвиец, это, ну, это, навис латыш, но латвиец. Да, 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 ну, понятно, но все равно мы вкладываем разные понятия в эти слова, и вряд ли русский язык, русский человек по национальности, он, ну, согласится с тем, что он латыш по национальности, то есть вот так. Окей, ну, латвиец, русский, ну, мне кажется, тут не надо, не знаю, я не лингвист, я латвиец, потому что, ну, латвиец немножко, наверное, есть ощущение, что это немножко, все равно что-то посередине, ну, такой советский человек без национальности, не знаю, не знаю, это надо говорить с латышами русского происхождения и обговаривать это, и обдумывать, я не знаю тонкостей, но это как бы называть Балтию, Балтия или Прибалтика, но это тонкий идеологический раздел, как ты ощущаешь эти территории. Я думаю, по-любому мы можем обговаривать, надо обговаривать, ну, надо понимать, что если мы хотим построить, построить одно государство, мы не можем иметь, как сейчас политики, латышские и русские партии, ну, это, ну, это нонсенс, ну, это какой-то прошлый век. Ну, может быть, просто как бы, ну, и пусть будут, а что тут такого, ну, латышские, русские партии. Потому что это, это сама, потому что это разделение уже в глубине неправильно, она ведется на раскол. Просто я имею в виду, если к этому спокойнее относиться, а не, скажем там, русские идут там или что-то в этом роде, может быть, оно само собой как-то постепенно, с годами. Ну, извините, вы говорите, русские идут, но я читатель Эхо Москвы, вчера я вижу там в Волгограде есть пикет, что надо переназвать с Саленградом, и что ГУЛАГ был окей. То, что происходит в России, это не может не волновать, ну, будем честны, это очень даже волнует, это истерически волнует. Так что, наверное, можно так спокойно попивать кофе и говорить, ну, что вы там, ну, это реально беспокоит. И, конечно, Россия уже ведет войну с Латвией, это идеологическая война, и, конечно, Россия очень много использует латышей и русского происхождения для своих целей. Это нельзя не видеть. Ну, спасибо латышам латышского происхождения за это, наверное, тоже можно сказать. Если бы в свое время, в 91-м году по-другому. Ну, вы думаете, это пылся? Да, да, в том числе, не только. Ну, наверное, это было... Уже прошло все-таки Вестерс 25 лет, и можно, наверное, признать, что действительно были сознательно, сознательно отодвинута часть населения в свое время по разным причинам. То есть, можно говорить час об этих причинах разных, да, и справедливо это или нет. Но это факт. Ну, про... Да, это факт. То есть, часть населения была отодвинута, и теперь мы пожинаем то, что, в общем-то, посеяли тогда. Ну, я думаю, мы поживаем то, что мы посеялись в 41-м году. Это раньше, да. Ну, и то есть, можно далеко заглядывать, но тем не менее. Ну, это все из-за того. Ну, а то, что как... Наверное, могло много решений быть умнее. Наверное, тоже политика разделения, это выгодно. Ну, потому что мы до сих пор на всех выборах понимаем, что, например, лозунг русский идут намного эффективнее, лозунг мы должны эту реформу образования... Ну, это мы понимаем. Это, увы, так. Это очень плохо. Это показывает просто уровень нашего государственного развития. Ничего хорошего в этом нет. И как раз это разделение латышских и русских партий, это к этому и ведет. Что опять, ну, такая война идей, как развивать эту страну. Это, ну, она застревает в таких, ну, в прошлом веке. Но это нас никуда не ведет. Это проблема. Я не знаю, что, как наше государство относится к русским. Ну, вот смотрите, как ваше, наше государство. Я почему сказала ваше, потому что вот с этим человеком я себя не хочу идентифицировать. Кто это? Господин Шноре, пожалуйста, недавно, буквально два дня назад, интервью в Латвии, в Недкорреге. Недкорреге, да. Он рассуждает. Вот в нашей стране важнее политкорректная сказка о наших русских, которую нам рассказывают уже 25 лет. Наш русский мир, мол, по умолчанию не может быть угрозой. То есть он меня считает угрозой. Меня, вот, моего коллегу, еще моих коллег и так далее, моих соседей. Вот, человек, который во власти. Как я должна на это реагировать? Нет, если... То есть вот власть, да, вот власть, пожалуйста. А вы говорите, не должно быть русских и латышских партий. Какой нормальный русский, извините, проголосует за партию, которая так говорит? Которая говорит, вам все дано, принесено, пережевано. Это я цитирую, ложечкой зачеркнуто, но вы все равно морщитесь и выплевываете то, что вам дали. То есть это же пренебрежение очевидное. То есть пока люди вот так... Нет, я там вижу просто работу с электоратом конкретной партии, которая... Ну это читают и другие люди, может он думает, что мы не читаем, а то что мы языки или еще что-то? Нет, нет, ну это я считаю, ни к чему хорошему, такие слова не привыкли. Русские, если мне кто-то говорит русский мы, я боюсь сразу. Но если кто... Если мне надо ощущать, что это мои коллеги русского происхождение, с которым я работал, хотя бы с... Я это не ощущаю. Ну есть очень... Ну понимаете, это... Ну я даже не знаю, что там делать. Я считаю, что больше надо... Но я очень много, например, слушаю радио «Эхо Москвы». Это из России вообще. И очень много, мне кажется, там интересных, здравых мыслей произносится и таких, которые могут укреплять какое-то общество. Ну, конечно, я думаю, у нас такая проблема, что мы сразу в русских людях подозреваем любителей Путина и его режима. И, конечно, мы должны понять, что это, наверное, не так. Но все равно я, наверное... Я понимаю, что там есть объективная проблема. Ну, что мы так ощущаем эту агрессию. Если мы пару лет не ощущали эту агрессию, я думаю, конечно, отношения были, наверное, немножко лучше. Сейчас, я думаю, из-за этого, из-за внешнего... Из-за этой агрессивной идеологии военной, там, не знаю... Есть такой стресс. Ну, я не могу этот стресс сравнивать с высказыванием иниями политиков, которые просто работают на раскол, который выгоден их партии. Это другое. Ну, я думаю, мы должны понять, что объективно... Ну, есть такое... Ну, все... До сих пор я говорю с людьми, когда встречаемся, выпиваем вино, говорят, а ты что будешь делать? Ну, в смысле, если что-то тут начнется, ты уезжать будешь или останешься? Ну, понимаете, это реальные разговоры сегодня. Это не такие... А что они вам отвечают? Не, мам. Почему вы не спрашиваете, что я отвечаю? Не, не, а вы что отвечаете? А что вы отвечаете? Я вообще считаю, что те, которые идеализируют войну, это больные люди, и даже те говорят, мы будем умирать на... Это... Я не знаю, у меня есть семья, у меня... Я не знаю, я откровенно говорю, не знаю. Я молюсь Богу, чтобы не надо было бы такой выбор делать. Ну, я откровенно могу сказать, Латвия – это очень важно для меня, независимость – это такая очень большая наша совместная вообще дело. Но умирать – это... Я не понимаю это. Ну, умирать я не хочу. Ну, а что будет тогда, когда... Что будет, я не знаю. Ну, такие разговоры есть. Они, они, как бы, твою жизнь не... Ну, например, мы даже говорили с художником, он говорит, ну, что ты вкладываешь сейчас в эту собственность? Ну, там, какой-то там, не знаю, в окна поменял, и что? Не надо. Лучше эти деньги, там, не знаю, попутешествовать или... Это реальные разговоры сегодня. Ну, понимаете? Вестер, спасибо. У нас, к сожалению, больше нет времени, у нас уже время программы заканчивается, да, время новостей сейчас. Спасибо за этот разговор, режиссер театра и кино Вестер Скайридж был у нас в студии. Смотрите фильм «Хроники Милани» 1 ноября, надеемся, выйдет. Вот, именно туда-туда. Спасибо всем.